Музыка Народ, привет! Лучше позже, чем никогда. Так что материал прямо сейчас свеженьким побежит в эфир. О чем сегодня будем говорить? Отгадать. В преддвериях такого серьезного дня, как Черная Пятница, будет просто гореть мне поговорить о том, что это за день, откуда он взялся, как образовался. А то мне на 11.11 я там написал уже, товарищ, это день холостяка. Ну, когда-то был день холостяка, а теперь стал потом всемирным днем шопеном. Так, по крайней мере, кричали на всех радио, телевизорах и в Ютубе, и в рекламе. Ладно, возвращаемся к Черной Пятнице. Информация, оно же знание, лишним не бывает. Откуда вообще берет корни этот день, и что это такое? Зайду, так сказать, издалека. Родоначальником Черной Пятницы считается Фрэнк Вурман. Он когда-то, когда-то, в конце 19 века, устроился, по-моему, на секундочку, помощником продавца в один из магазинов штата Пенсильвания. И пока, пока его начальник был в отъезде, хозяин лавки, он остался один на хозяйстве, и как-то он все это хотел продать. Но фишка того времени была в том, что ценников не было. Как таковых фиксированных цен не было. Была система продаж таковая, что оценивался покупатель по его виду, оценивалась его платежеспособность, и товар впытался впариться как бы за ту сумму, на которую его мог купить клиент. И много было всякого разного залеженного товара. И вот этот Фрэнки, Фрэнки, был первым человеком, который придумал, грубо говоря, ценники. Во-первых, он вывесил ценники на каждый товар, а во-вторых, поставил на самом залеженном товаре, который лежал уже несколько лет, пылился, и никто его не брал, поставил табличку «Все по 5 центов». После этого ему прилепили, скажем так, никнейм «Фрэнк 5 центов». И это имело огромный успех. Весь залеженный товар был продан, прибыль магазинам была получена, хозяин и продавец, помощником которого был Фрэнк Вурман, они остались довольны. После этого, через какое-то время, он открывает свой магазинчик, сейчас есть целая сеть Волмурман, Вурман, Вурман. До сих пор она существует. Но это так, это считается, как родоначальником он был. На самом деле, что такое «Черная пятница»? Это пятница после Дня Благодарения. Четвертый четверг, ноября – это День Благодарения в Соединенных Штатах Америки. И вот пятница после Дня Благодарения, то есть четвертая пятница получается. И как вообще все это дело обстоит? В этот день просто начинаются рождественские распродажи. Вот сразу после Дня Благодарения, после четверга, начинаются распродажи, и народ, так как выходной в четверг, потом как бы в пятницу берет массово отгулы и бежит на эти самые распродажи. И почему-то, собственно, «Черная»? Полицейские в Филадельфии обозвали ее так, потому что были сплошные пробки на дорогах, сплошные какие-то там разбои, нападения, так как много людей, также и много, извините, бандитов появляется вокруг этого движения. Смотрите дальше. Еще одна версия, почему «Черная пятница» носит название именно «Черный», почему этот день распродаж, мы уже как бы к этому подошли, выяснили. Потому что в этот день начало распродаж, в этот день идет самый большой ажиотаж. «Черный», почему «Черный»? Потому что минус по финансам, убыток у американских банкиров отмечается красным, красной ампулой, красным цветом, а прибыль «Черный». То есть, понимаете, смотрите, как это работает. Почему, допустим, в нашей стране редко та «Черная пятница», та «Американская», скажем так, «Черная пятница» может быть вообще «Черная пятница». Потому что при этом должны быть скидки от 30 до 80 процентов. А 80 процентов – это уже продажа товара, по идее, с убытком. То есть, ты продаешь его дешевле, чем ты его закупил. Но почему так делается в Америке? Потому что огромные, просто огромные площадя заняты под склад под эти товары, просто. И за эти площадя надо платить аренду, листать, а если у тебя там лежит уже залеженный товар, которому 3-4 года. Это могут быть хорошие вещи, просто уже как бы в этом сезоне не модные, не актуальные. И поэтому, раз продается, ты уже получаешь прибыль от того, что ты их не хранишь. Ну и под шумок продается, конечно, много чего нового, со скидкой 30 процентов. 30 процентов – это нормальная, стандартная скидка, при которой еще, еще что-то зарабатывает, зарабатывает сам продавец. Так вот, так вот, что вам сказать, дорогие мои подписчики. На «Черную пятницу» надо быть очень внимательными. Очень внимательными. Если, вот легко, когда ты уже присматривал товар долгое время, долгие месяцы, а потом, как бы, ты там видишь, опа, на него скидочка, я его купил. Это, да, это бомба и замечательно. Но бывает так, что продавец прямо перед, за пару недель перед «Черной пятницей» завышает цену, а то и за неделю, а потом опускает ее и говорит, что это скидка 30 процентов. Ну, это вообще, это самая техничная схема. Бывает просто пишется, там, вот, к примеру, ценник 100 гривен. На него пишется 300, скидка 50 процентов, и сегодня мы его продаем за 150. Если ты раньше не знал, сколько это стоит, то вполне можешь в ажиотаже, в шумихе, в магазине купить что-то тебе понравившееся, не разобравшись со старым. Поэтому следите то, что вы покупаете. И вот эти вот, да, моменты, вот, о чем хочется еще сказать обязательно, когда вот эти вот прямо аж разрывы, убийства происходят в Америке. Дело в том, что у них магазины открываются с 5 утра, а некоторые и в 12 ночи уже открыты, чтобы опередить тех, кто открывается с 5 утра. И люди уже стоят в очередях, и они срываются, расхватывают весь этот товар. Вот, ну, как бы в таких мероприятиях не сильно хочется принимать участие. Может и хорошо, что у нас аренды складов стоят не в таких денег, как в США. И не так происходит эта черная пятница. Ну, я сам присмотрел себе несколько товаров. Разумеется, на Алиэкспресс под распаковочку. Обязательно возьму, чего и вам, как бы, рекомендую. Потому что, потому что не скупить, не купить себе ничего в черную пятницу будет как-то неправильно. Ну что, всем пока. Был я, мой розовый медведь. Он сегодня молчаливый. Молчаливый не потому, что розовый, даже не потому, что в бантике, а молчаливый, потому что вы ему не дали имя. Я очень вас сильно прошу, все-таки подумать о том, как можно его назвать, чтобы он не грустил. Всем пока, всем хорошей рабочей недели. Продолжение следует...